Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова! Итак, ещё одна вещь из моей коллекции Chanel готова! Это берет! И я попрошу сразу всех, кому поднадоела уже эта тема Chanel, я это всё прекрасно понимаю, поэтому, пожалуйста, нажмите на кнопочку «Стоп» и не смотрите это видео! Ну а кому тема Chanel интересна, кому нравится моё творчество и то, что я делаю, тогда, пожалуйста, это видео будет очень смешным! Поверьте, я думаю, что хотя бы вы улыбнётесь! Итак, берет Chanel готов! Вчера я даже сделала юбку Chanel, в которой я сейчас вас приветствую! Всё покажу на столе! И, конечно же, беретик! И кое-что ещё, что связано с беретом! Берет весит 100 грамм! Представляете, 100 грамм! Вот такая прекрасная вещь! У меня получилось великолепно! И я очень довольна своей работой! Что же будет дальше в стиле Chanel, я не знаю! Может быть, я сделаю немного перерыв, а может быть, приступлю вязать пальто Chanel, которое вы от меня, конечно же, ждёте! Я знаю, что многие из вас уже купили пряжу и ждут, когда мы начнём! Вообще, я планировала пальто Chanel связать к весне, но кто знает, какие мысли придут в мою голову, а может быть, и сейчас! Пальто Chanel будет в другом цвете, это будет не классический чёрно-белый, я думаю, что это будет голубой, белый, чёрный, возможно, вместо чёрного серый, ещё не решила! А может быть, это будет даже розовый с серым и с белым! Представляете, какая красивейшая вещь получится! Буду вязать тоже по выкройке, но вот пальто выкройки у меня нет, придётся её делать! И, конечно же, я её сделаю, чтобы связать очередной шедевр! Ну, а сейчас давайте перейдём на стул, я покажу вам этот берет поближе, и расскажу немного о нём! Мастер-класса, подробного, попетельного мастер-класса на этом берет не будет, ну, потому что уже всё здесь, всё настолько просто и понятно, так что, кто захочет, тот обязательно свяжет! Субтитры подогнал «Симон»! 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 «Симон»! Субтитры подогнал 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 «Симон»! Это выполнено для того, чтобы сделать вот эту диагональную протяжку Ну, я... так, а здесь, вот здесь вот, все по-другому И здесь, если вы заметите, то здесь я уже не стала ломать голову А здесь рисунок не четкий, он где-то хаотичный Здесь нет четкой последовательности Может быть, в этом вся и прелесть этого берета Ну, вот здесь, вот видите, вот такие дорожки Здесь какие-то вообще замысловатые В общем, я не стала ломать себе голову Потому что в такой маленьком изделии мало кто заметит вот эту, так скажем, хаотичность А возможно, в этом даже и плюс Это же ручная работа, кто сказал, что так неправильно Вот эти протяжки тамбурным швом я решила оставить На мой взгляд, они просто четко подчеркивают, очень хорошо подчеркивают форму берета Ну, а теперь о самом главном Посмотрите, что у меня внутри Вы уже видели, как это демонстрировал Лешек Я чуть со смеху не лопнула Вот И я, наверное, вот так это оставлю Пожалуйста, не пишите мне комментарии Не нужно мне давать советы по поводу того, что это можно спрятать Да, можно, но я это делать не буду Я это делать не буду намеренно Сейчас объясню, почему Во-первых, посмотрите, какой рисунок, где четко все выполнено Здесь совершенно другой рисунок И я даже не знаю, какой рисунок мне нравится Вот это изнанка Просто прелесть Вот какие-то капельки мне напоминают вот этот узор Просто какие-то капельки В принципе, смотрится, видите, здесь тамбурный шов по изнанке Вот это вот моя оплошность Нужно было выполнить по изнанке И тогда бы с лица он был бы виден, но не так отчетливо Хотя, кто знает В общем, это тема для размышления Каждому свое Так вот Почему я не стала прятать вот эти кончики Их можно спрятать как в эту сторону Так можно и спрятать вот сюда Я пыталась, я пробовала Тогда получается очень плотное полотно И это выглядит некрасиво Форма берета меняется кардинально И вот эта форма, если спрятать кончики Мне не нравится вообще Поэтому я оставлю эти кончики вот так Если кто помнит Раньше, я не знаю, в 80-е годы Я помню, моя мама носила береты Подкладывая в берет Такой газовый платок Он назывался такой воздушный Воздушный Ну, назывались газовые платочки Они тогда очень модные были И вот, чтобы создать форму берета В берет подкладывался вот этот газовый платок Теперь я понимаю, почему Вот эти кончики, во-первых, они создадут еще дополнительное тепло Незаправленное Но самое главное, что они мне создают Вот здесь вот они придают воздушную форму берета Возможно, я их вот здесь вот как-то соберу в пучок Чтобы они не болтались Ну, вот так вот просто, как они сейчас болтаются Возможно, вообще делать ничего не буду Это мой берет И мне он нравится И вовнутрь мне никто не будет заглядывать Хотя я знаю, что я вообще люблю изнаночную сторону Очень аккуратную Но, видимо, это исключение Потому что это создает мне дополнительный объем Который мне так необходим в берете Вот Вчера я еще переделала юбку Вы уже видели ее на мне Я очень рада, что я ее переделала И, возможно, вот из верхней части, которая осталась Я тоже чего-нибудь, да, придумаю Выбрасывать пока не буду Так что, вот такой авторский берет у меня получился Это изнанка Ну, вот здесь рисунок Вот эта часть рисунка Она одинаковая А вот лицо, видите, здесь вот такие вот Ну, как бы рысочки, да А здесь очень похоже на Такие капельки Вот прям вот капельки-капельки Класс Так что Все рассказала Попетельного мастер-класса не будет Повторюсь, что Ну, во-первых, я второй берет такой делать не буду Да и вообще Судя по просмотру Вот такие вот мастер-классы Которые попетельные Они, ну, как бы Трудоемкость громадная А выхлопа пшик То есть я ничего не зарабатываю на таких роликах Поскольку сейчас YouTube это мой основной доход Поэтому мне не очень Вообще даже не то, что не очень А вообще невыгодно создавать вот такие мастер-классы Здесь ничего сложного Я вам все рассказала Кто захочет, тот свяжет себе вот такую красоту Ну, а на этом я буду заканчивать сегодняшний ролик Я надеюсь, вам понравилось Я надеюсь, я вас воодушевила и вдохновила на создание вот такой красоты А на этом все Я вас всех обнимаю, всех люблю И до скорых встреч С вами была Елена Ситникова Пока-пока